Всем привет! В этом видео за 15 минут я сделаю пресеты или фильтры для обработки фотографий, которые в скором времени будут продавать Карина Каспарянс и Юля Пушман по цене 2000 рублей за 10 пресетов, что лично я считаю полным абсурдом, позже объясню почему. И по итогу я прикреплю сделанные мной пресеты совершенно бесплатно и вы сможете их скачать по ссылке в описании ролика. Конечно, это не совсем вяжется с тематикой моего канала, но у меня все равно были ролики о том, как стать фотографом. Я сама являюсь фотографом со стажем с 2011 года, то есть уже 9 лет. YouTube я смотрю давно и году в 2013, может 14, ну вот случайно наткнулась на таких персонажей, как Юля Пушман и Карина Каспарянс. И с тех пор периодически захожу посмотреть их ролики, посмотреть их инстаграмы, ну то есть это такой маленький guilty pleasure, но есть у меня интерес к ним. И вот я узнала о том, что они выпускают такой, точнее занялись бизнесом, они очень активно это называют бизнесом, решили выпустить вот пресеты, над которыми они работали якобы три года и очень активно их используют, и благодаря именно этой обработке инстаграма у них куча рекламных контрактов и вообще они молодцы и всем улучшат жизнь тем, что будут их продавать. Как видите, у каждой по полтора миллиона подписчиков в инстаграме, то есть аудитория огромная и у меня никогда не вызывало вопросов и недоумевания, когда пресеты и обработку вообще снимков продают фотографы, потому что это как раз такая профессия локальная, которой человек занимается. Обычно у фотографов нет миллионов таких подписчиков, и это неплохой способ заработка, такой же как мастер-классы, курсы, то есть это не очень лучше как бы зарабатывать своим ребеслом, чем учить, если ты не учитель, но все равно почему нет. А здесь блогеры, у которых оформлено ИП, которым пришлось для того, чтобы запариться и продать эти пресеты, создать специальный сайт, запариться с юристом, это все конкретно Пушман рассказывал в своем влоге. И это вызвало кучу вопросов и у зрителей, и вообще в общем у людей, у тех, кто за ними следит. Маленько пробежимся по сути. Пресеты это фильтры обработки для программы Lightroom, она есть ПК-версия, и есть версия для iOS и Android. Раньше был популярен в SkoCam, сейчас вот этот Lightroom, потому что там действительно качественно сохраняются снимки, они не режутся и так далее. Ими пользуются все, ну точнее Lightroom пользуются все. Но напоминаю, что любой может создать себе пресет, вообще абсолютно любой пресет. Все эти бегунки и настройки, это просто легчайшие вещи, абсолютно легчайшие. В Lightroom версии для компьютера я как референс открыла фотографию с их сайта, Юли Пушман и Карины Каспарянцев. Там через код страницы можно достать в большом разрешении их примеры до и после. И вот, пожалуйста, после пресета и до пресета. И на эту фотографию до пресета мы будем сочинять, судя, точнее, глядя на пример, эти настройки и так далее. Также хочу сделать пометку, что куча, вообще огромное множество пресетов бесплатных можно скачать в телеграм-каналах. Просто поиск по телеграму пресеты. И перед вами такое множество. И все равно каждый нужно будет подкручивать под себя. Если вас действительно волнует обработка фотографий и вы хотите супер качественно это делать, такого не бывает, что на все применил и готово. Нет, нужно какие-то настройки подкручивать. И девочки сами в своих логах говорили, что их пресеты также нужно будет адаптировать конкретно под себя. Вообще, если оригиналы фотографий плохие, некачественные, сделанные на какой-нибудь смартфон с 6 мегапикселями камеры или на плохую зеркалку с плохими настройками. То есть, если не умеешь фотать, никакая обработка не спасет. А говоря уже о минималистичных инстаграмах, которые сейчас популярны и про которые, опять же, девочки, пушманс-каспарянцы говорят, что вот у нас минимализм, минимум обработки. Минимализм в фотографиях, в живописи, везде. Это когда нет обработки вообще. То есть, минималистичный инстаграм – это когда ты заливаешь фотку в самих настройках инстаграма, там, убираешь насыщенность или контрастность, и все, и выкладываешь. Это самое минимальное, что ты можешь сделать. Когда нет вот этих вот мучений, подбора, настроек, потому что это все лишнее, это не минимализм. И это убивает всю магию вот этой простоты естественности. Ну, а мы продолжаем делать, ориентируясь на обработку девочек, делать подобные пресеты. Почему я в самом начале видео акцентировала внимание на том, что 2000 рублей и деньги и так далее? Потому что в целом продажа пресетов – это уже устаревший бизнес, если называть это бизнесом. Это делали, это начали делать 5 лет назад, и последний раз блогеры это делали 2 года назад. Я помню, Дара Мускат продавала свои пресеты. Сейчас это абсурд и неактуальность, но пускай они решили это сделать, ладно. Не хочется считать чужие деньги, но возмущает тот факт, что если ты блогер-миллионник, и у тебя огромные рекламные контракты с различными брендами, тебе постоянно присылают подарки, ты ездишь в оплаченные туры, пресс-туры по странам, городам и так далее, но все равно им мало денег, им нужно еще и еще. И вот эта жажда накопительства, потребительства, наживы, то есть все себе в карман, именно это возмущает, и именно с этим мне хочется бороться, потому что я искренне и всей душой презираю капитализм. Почему нужно именно продавать пресеты, а не снять видос на YouTube, на свой канал, о том, как вы обрабатываете свои фотографии? Девчонки, у них очень много роликов о том, опять же, как они раньше фильтры накладывали на снимки, потом у Пушман был ролик просто о том, как она в фотошопе себя обрабатывает, почему они не хотят делать деньги на корпорации, на YouTube, которые будут вставлять рекламу, из которого ты будешь иметь деньги, иметь заработок, а нужно именно поиметь денег со своих подписчиков, со своей аудиторией, которые они, к тому же, называют подружками. Я не могу найти ответ на этот вопрос. Также Пушман с Кариной, когда рассуждали о том, почему это так стоит дорого, и отвечали на критику людей, они говорили, что это же сделано своими руками, и как так, вы зрители, вы обесцениваете нашу работу и критикуете нас. Но это элементарная плата за вашу славу. Ну нельзя просто жить, снимать то, как ты живешь, как ты валяешься на диване или ездишь в какие-то путешествия, и не иметь никаких препятствий, никаких трудностей в своей карьере. Это критика, и это какая-то агрессия со стороны зрителей. Это плата за то, что ты так живешь. И пресет, фильтр для обработки фотографий, это даже не интеллектуальная собственность. Это не то, что не сделано своими руками, это вообще пшик. Это вот то, что я сейчас за 15 минут повторю. Кстати, хочу сказать, что у Пушмана фильтры посложнее будут, чем у Карины. У нее прямо накручено-накручено, и она, видимо, кривые использует, то есть светотень у нее такая интересная. У Карины все очень шаблонно, контрастность на минимум, и убираем в ноль зеленый и синий. Вот у нее прям вообще стандартно это. Сто лет назад у такого фотографа, как Марат Сафин, были платные мастер-классы, и тоже людей возмутило, что он на них, когда нужно было учить обработки, показывать ее, просто говорил тем, кто купил эти мастер-классы, крутим ползунки на глаз. Вот, собственно, этим и занимаемся. Мы крутим ползунки на глаз, и любой, кто скачает эту программу бесплатную и откроет свою фотку, будет заниматься тем же самым. Это не должно стоить ни копейки вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот, да, я как фотограф, я знаю Photoshop, знаю Lightroom, активно ими пользуюсь, поэтому так быстро все кручу. Но в приложении-то мобильном, ну, уже каждый может сделать несколько движений своими пальцами и настроить все, как хочется. И даже так же скачать там оригинал, ну, до-после, из сторис с Кариной, которую она выкладывала, когда делала рекламную кампанию своих пресетов. И точно так же подкрутить, чтобы было как у нее, если уж вы так сильно хотите подражать своим кумирам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как мы завершили обработку и все процессы, нам нужно сохранить наши фотографии в формате ДНГ, ДНГ. И уже потом, сохранив фотографию в таком формате у себя на телефоне и открыв Lightroom на телефоне, вы сможете из нее вытащить настройки и применить на свой снимок, а уже потом сохранить как пресет в Lightroom. Каспарянцы и Pushman будут продавать пресеты в точно таком же формате ДНГ, чтобы вы его скачали, также затащили себе в Lightroom на телефон и скопировали с него настройки. То есть абсолютно то же самое. Ну и дальше, собственно, я показываю, как я применяю на оригиналы их фотографий и на свою ленту, на скриншот своей ленты, их пресеты, то, что у нас получилось. Три пресета Pushman и три пресета Каспарянцев. Их вы можете скачать совершенно бесплатно, без каких-либо проблем и препятствий, по ссылке в описании ролика. Какой хочется сделать вывод? Блогерам таким, известным и популярным, не нужно обижаться ни на зрителей, ни на критику, ни на то, что люди не хотят покупать ваш какой-то продукт, потому что такого рода продукт невозможно назвать бизнесом, невозможно назвать каким-то ручным трудом. Нужно оценивать объективно и реально то, что ты делаешь. Вот снимаете вы свою жизнь, покупают у вас рекламу, показываете вы это подписчикам. Неужели вам мало? Почему нужно еще и еще? И любой информационный какой-то диджитал контент в 2020 году, чтобы он продавался и чтобы он был крутым и вызывал восторг у людей, он должен быть очень оригинальным и качественным и достойным того, чтобы люди за него отдавали деньги. Естественно, у них найдется кому купить, они найдут своих покупателей. Это будут разные ретушеры, какие-то СММщики, не знаю, те, кто парятся в визуале Инстаграма, возможно, маленькие девочки, которые будут брать деньги у родителей, чтобы купить это все. То есть это будет разная аудитория, покупатели будут. Но мне важно донести до этого небольшого количества людей, которые посмотрят это видео, что не стоит усложнять, и все гораздо проще. И лень – это страшная вещь. Нужно не лениться. Если ты уж хочешь обрабатывать снимки, сам открой программу, сам подергай ползунки, и все получится. Почти в каждом моем видео я пропагандирую самообразование, экономию, то, чтобы человек развивался самостоятельно, учился, если чего-то хочет, чтобы сам этому научился. И, конечно же, пропагандирую минимализм и осознанный образ жизни, когда мы не впускаем в нашу жизнь ничего лишнего и оставляем вокруг себя самое ценное, самое важное. И не ведемся ни на какие рекламные трюки, и вообще бездумно не тратим деньги, не являемся тупыми, бездумными потребителями. Это то, что для меня важно и что я хочу нести в массу. Вот, собственно, и все. Спасибо, что посмотрели. Особо старалась не негативить, просто высказала свое мнение и выполнила работу, которая, мне кажется, не стоит ни гроша. Буду рада, если заглянете ко мне в инстаграм, у меня там этичная мода, минимализм и вообще простая жизнь, наслаждение природой и рисованием. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok